Всем привет! Приехала очередная посылка, в этот раз уже игрушки, никакие это не гаджеты, ну хотя с одной стороны это в принципе тоже какой-то гаджет электронный. Здесь находится квадрокоптер, я думаю тоже довольно известный, самый дешевый квадрокоптер за 18 или 17 долларов. Давайте сразу приступим к распаковке. Сразу скажу, что посылка доехала за 17 дней. 31 отправлено, в 10 утра вес 05 500 грамм, хотя здесь даже меньше, и 18, оценено 1889. Кстати да, по этой цене я и брал. Ладно, давайте приступим. Почему-то коробка довольно маленькая, она должна быть немного больше, но скорее всего она без упаковки, просто упакована в пупырку и в простой кордон. Ладно, посылка в принципе довольно быстро доехала, хотя нет, она полностью в упаковке. Так, что мы здесь видим? Так, цвет по-моему тот, что я и заказывал. Упаковка нормальная, целая доехала. ЦХ-10 квадрокоптер. Чарсон или Агес, ой, 14 плюс. Это для детей 14 плюс. Ух, да. Частота 2,4 герца управления. И выбор у нас был, 4 выбора цвета. Я выбрал оранжевый. Какой-то оранжевый он немного не такой, какой хотелось бы. Ладно, давайте приступим к распаковке и посмотрим, что это за чудо-юдо такое. Так, пульт у нас по идее снизу, да? Так, как же нам достается эта упаковка? Надо еще понять, а о, достал. Да, в принципе вот, достали. Так, разбираем, разбираем. Так, здесь у нас еще идет в комплекте запасные даже профилеры. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. А вот аккумулятор где? Даже мануал есть. Даже на английском языке. Интересно. Так, я не знаю, конечно, инструкция смешная с одной стороны. Ладно, давайте разберемся. Четыре профиллера и USB кабель для зарядки, да? Так, замотан он чисто проволокой. Или что это такое у нас? Так, сейчас мы достанем, да проверим. Так, это убираем. Ну, в принципе, вообще малютка, я думал, чуть-чуть будет больше. На самом деле, вообще мизерный, очень мизерный. Ну, вес тоже такой, где-то, знаете, грамм может 20-30. Так, аккумулятор здесь уже установлен внутри. Вон, видите, стоит. Так, коптер у нас получается неразборный, только с помощью отвертки, да, на крестик. Так, включение on-off. Ой, он даже еще и работает, смотрите. Отлично. Сейчас даже полетаем. Так, и пультик у нас. Конечно, весело, прикольно управлять. По сравнению с фантомовской, секунду. По сравнению с фантомовской, да, очень маленький пультик. Ну, ладно, не в этом речь. Так, сколько у нас здесь аккумуляторов? Два мизинчика, да, формата 3А. Сейчас мы найдем их и посмотрим, как он здесь летает. Здесь еще какие-то кнопки есть. Ладно, ребят, секунду, сейчас я найду батареечки и продолжим. Так, продолжаем. Нашел здесь пальчики, достал с наушников. Так, ладно. Смотрим, что у нас получится. Вещь, конечно, прикольно дома полетать, побаловаться. Ну, мне интересно, сколько по времени он летает. Минут, наверное, 7-5, да, наверное, не больше. Сколько здесь емкость батареи, аккумулятора. Здесь характеристик не написано. А китайцам верить, что они там пишут, тоже бесполезно на страницах своих магазинов. Надо будет потом замерить. Так, включаем сразу аппаратурку, да, потом включаем, естественно, квадрокоптер. Ну, интересно, прикольно. Сзади красная подсветка, спереди синяя. И пробуем. Ух, 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 ух. Мощный, мощный. Итак, первое падение, хотя довольно опытный. Ну, такими маленькими чудиками ни разу не управлял. Ну, совсем крохотными. Смотрите, это ж вообще чудо. Но, с одной стороны, прикольно. Он такой, знаете, тихенький, интересный, прикольно. По пальцам. Смешно, да? По пальцам. Ну, в принципе, даже на такой, ну, довольно сильно крутилось, то пальцы не побило. В принципе, все цело, даже не поцарапало. Но такое, знаете, неприятное ощущение, будто чем-то острым бьют по пальцам. Ладно, давайте дальше пробовать. Еще раз. Так, вторая попытка у нас тоже. Ну, в принципе, на камеру очень неудобно снимать, пробовать и летать, и сразу снимать. Поэтому, в принципе, если без съемки, летать можно, возможно, но в кадр, чтобы попасть. Ну, давайте еще раз. Патюха, потише. Еще раз пробуем. Так, последний раз, если опять управляю, я поду где-нибудь, улечу. Надо еще привыкнуть немного. Ага, у нас уже два не крутится. Все, сдохли. Да? Или нет? Так, пробуем еще раз. Не знаю, что два перестала крутиться. Ну, в принципе, да, только два крутится. Интересно. Что-то все, что-то полетело. Ладно, сейчас будем разбираться, смотреть, что к чему, что у нас отлетело. И ловим. Поймали. Нет, батареи еще, аккумулятор, в принципе, живучи. Но что-то с двумя движками стало после второго падения. Ладно, будем разбирать, смотреть. Ну, в принципе, игрушка интересная. Дома полетать, побаловаться. Так, ребят, разобрался. Здесь, оказывается, проблема была просто то, что он ударился от потолок. Винтики немного прижались, поэтому их немного, чуть-чуть от себя, от движков оттянуть. Потому что они здесь просто на таких вот шпильках, даже не без резьбы. Ну, конечно, какая здесь, может быть, резьба, если это элементарный пластик дешевый. Ладно, вот так вот чуть-чуть наживляем, одеваем. И, в принципе, он готов к полету. Главное, чтобы они свободно крутились. Потому что, когда он врезался, почему два не крутилось, они вообще туго туда прижались, к движку, в корпус. И, вот, в принципе, вся проблема решена. Ладно, давайте еще последний пробный полет. Это уже аккумулятор, видимо, насел. Пробуем еще раз. Так, секунду. Эх! Ну, вещь прикольная. На камеру очень неудобно снимать совсем. Пробуешь и в кадр смотреть, и за коптером угадать. Короче, ладно, ребят, все. Вещь интересная, прикольная. Ссылка будет под видео. Все, ребят, на этом будем заканчивать. Последний пробный полет. Коптер целый, невредимый. Можно летать и баловаться. На камеру никак не получается нормально полетать. Мало пространства. Ну, в принципе, коптер сам очень резкий, бодрый. Ну, и, в принципе, я думаю, будет хватать его на минут пять, не больше. Вот такие вот дела. Давайте в последний раз посмотрим, как он выглядит. Конечно, здесь какой-то... Или это брак, или это... Такая... Так сделано. Вещь интересная. Не кажется такой уж сильно больно дешевой. Что-то у меня кот сходит с ума от этого коптера. Как увидел, так все. Начинает уже там мяукать, визжать, как бешеный. Хочет съесться, наверное, его. Ладно, дам коту, пусть побалуются. Все, ребят. Если видео понравилось, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся в нашу новую группу. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ждем следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Добавил субтитры.